В 1987 году в Москву приехал бесподобный Адриана Черентано. И наши граждане готовы были отдать спекулянтам по 30 рублей за билет в Олимпийский, где горячий итальянец дал два концерта. Черентано был очарован советскими женщинами, и несмотря на то, что приехал в Москву с супругой, позволил себе, как говорится, расслабиться. Он пригласил к себе в номер эффектную проститутку. Считал, что жена гуляет по ГУМу и вернется через два часа. Но в разгар интимной встречи в дверь громко постучали. И он мне говорит, что жена пришла, так, без вопросов, исчезну, тысяча долларов. Тут мгновенно отдает ей тысячу долларов, и она полуголая, или, может быть, даже голая, через окно перебирается в другой номер. У этой девицы было прозвище Скалоласка. То есть она могла сделать и вот такую форту. Метрополь, Националь, Москва, Россия, Интурист, Советская, Пекин, Украина, космос. Монументальные здания из дорогих материалов, сумасшедшие интерьеры, запах французских духов, рестораны, в которых сидит роскошная публика, музыка и танцы. Чиновники от кино углядели в фильме Данелии страшную кромолу. В образцово-показательной гостинице «Россия» работает оркестр, музыканты которого рассовывают по карманам деньги постояльцев. А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного дилижана. Все, значит, всех уволит, весь оркестр. Всех ступорит. Данелии пришлось писать письмо не куда-нибудь, а в КГБ объяснять, что это всего лишь художественный вымысел, и быть такого в жизни не может. На самом деле наши музыканты неподкупные. Там оркестр замечательный. Они никогда не берут ни деньги, ничего. У них свой репертуар, они все люди проверенные. Значит, я сам много раз бывал в гостиницах, никто никогда не берет никакую плату. С гостиницами в Советском Союзе была напряженка. Их было немного. И в провинциальных городах они просто пугали. Грязно, холодно, голодно, хамство. Но поди еще добудь себе номер. Командировочным или туристам приходилось спать в холле на раскладушках. Ай! Ай! Ракушка! Роскошные отели столиц жили по-другому. В них жили самые заслуженные люди Советского Союза. Иностранцы. И проводились официальные встречи на высшем уровне. Идем по коридору. Обратите внимание на ширину коридоров. Необычные для гостиницы. Вообще просторы общественных зон. И вот наши предметы антиквариата. Вот, пожалуйста, вам отдыхающая крестьянка. Итальянский художник Джулиана. Конец 19 века. А какие там были рестораны? Какие блюда? Какие интерьеры? Чего только стоит грандиозный фонтан в центре зала в ресторане «Метрополя». Это был один из таких самых роскошных ресторанов. И здесь познакомились Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Как раз банкет был в этом зале в 55-м году. И потом они отмечали в этом зале золотую свадьбу. И гости плакали, глядя на знаменитую пару. Но у всего этого великолепия была некрасивая изнанка. За бурной жизнью лучших гостиниц бдительно следил КГБ и за теми, кто в отелях работал. Мы должны были после каждого контакта с иностранцем, должны были ходить и писать отчет. И за теми, кто здесь живет. И уплетая котлету по-киевски, гость не понимал, что все съеденное им и сказанное попадет в секретный отчет. Рестораны находились под очень пристальным наблюдением так называемой «ниночки». Это наружное наблюдение, соответствующее отдела контора глубокого уберения или КГБ. Во многих номерах были установлены жучки и фиксировалось все, что в них происходило. Слушали постояльцев круглые сутки. В 30-е еще не было магнитофонов и разговоры печатали стенографистки. И одна из них однажды узнала голос женщины, которая пришла навестить остановившегося в национале писателя Михаила Шолохова. Между ними было два свидания. Все эти два свидания были записаны. Это были личные, даже интимные встречи. Михаил Шолохов уже был звездой. Вышел его роман «Тихий дон», которым восхитился сам Сталин. Он был членом Союза писателей, получал огромные потиражные. Роман печатали и у нас, и за границей. Обустроил в Пешинской настоящую усадьбу, но часто бывал в столице. Шолохов был женат. Но черт его дернул закрутить роман с женой шефа НКВД Николая Ежова Евгении Хаютиной, которая организовала у себя дома салон, в котором любили бывать бабель, кольцов, маршак, утесов и другая богема. Она вообще была очень интересной женщиной. И внешне, и по содержанию. Ежов больше любил мужчин и женился по расчету, так сказать, для прикрытия. Он знал, что Сталин не одобряет однополых связей. Он был страшно увлечен своей кровавой работой и до поры до времени о похождениях жены не знал. Но следил за Шолоховым. Он его ненавидел, потому что автор «Тихого дона» возмущался жестокими репрессиями в родной Ростовской области и писал о зверствах людей Ежова Сталину. То, что происходило в номере гостиницы «Националь», Ежов получил описанным в подробном виде. Его жена и писатель немного выпили, потом слов не было, но все было предельно понятно. Эта пара явно встречалась не в первый раз. Ежов читал. Ложатся. Трудная у нас с тобой любовь, Женя. Встают. У Ежова в то время были большие проблемы на работе. Сталин перестал называть его, как раньше, ежевичкой. И тучи над головой наркома становились все гуще. Однажды после ужина он вынул из портфеля бумаги и спросил жену. Была в «Национале»? С Шолоховым? Евгения все отрицала. Но у него была стенограмма. И в тот день она была супругом избита. Ежов подготовил документы на арест писателя, который сделал его рогатым. Но Сталин его людей остановил. Не учли одной простой вещи. Что вопросами литературы ведает сам Сталин. Который решает, кого из писателей, членов своих писателей, надо арестовать, а кого не надо. В октябре 1938 года Ежов положил жену на лечение в психиатрическую больницу, где она покончила с собой, выпив смертельную дозу люминала, которую передал ей явно супруг. Евгении было всего 34 года. А вскоре арестовали и казнили его самого. В фильме «Место встречи изменить нельзя» сотрудник Мура говорит про бандита. В закольнике он гад рвется. Там есть где спрятаться. Если вы откроете произведение изначально, вы прочитаете следующее. Он гад в заряде рвется. Там есть куда спрятаться. Это было страшное место. Настоящий Шанхай. Разномастные строения. Грязные закоулки. В 47-м началось строительство восьми сталинских высоток. И одна из них должна была появиться в заряде. А вокруг планировали навести чистоту, красоту и порядок. Это должно было быть Министерство тяжелой металлургии. Это должна была быть самая высокая, самая массивная высотка в ряду остальных. Но что-то пошло не так. Умер Сталин. Потом расстреляли Берию, который лично контролировал строительство этой высотки. Под ней должны были быть огромные подземные помещения, бункер и тайные туннели, ведущие в Кремль. Когда строили восьмую высотку, которая так построена и не была, но цемента там залили. Это был вообще самый твердый материал, который только можно себе представить. Академику Чичулину было дано задание, используя уже возведенный стилобат, сконструировать новое здание. И в 67-м году появилась гостиница «Россия». Комплекс из четырех двенадцатиэтажных корпусов и башни в 23 этажа. Вид был прекрасный. Вы понимаете, и Кремль, и все, и Москва перед тобой открывается. Ты выходишь на балкон. Красота! В России были самые дорогие номера в Советском Союзе. И одновременно могли остановиться 5300 человек. Россию внесли в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший отель в мире. Там шикарный ресторан, естественно. И как можно мимо этого ресторана пройти? Хочешь на втором этаже, хочешь на первом. Там огромная эта лестница была, чудесница. Простой вертолетчик из Грузии и водитель грузовика из Армении попали в эту элитную гостиницу случайно. За мимино похлопотал оперный певец из Большого театра, а Рубика Хачикяна перепутали с профессором, которого ждали на съезд эндокринологов. В красной рубашке это профессор Хачикян. Когда вдруг вскрывается, что никакие не эндокринологи, что один там, один летчик, другой простой шофер, значит их под зад ногой, что называется, из этой гостиницы выпирают. И здесь подолгу между гастролями жил Муслим Магомаев. Это было удобно. Никаких бытовых хлопот, постоянные застолья в ресторанах и защита от сумасшедших поклонниц. Магомаев зарабатывал огромные деньги, был королем, перед которым открыты все двери. Но была проблема. Магомаев имел возможность снимать там люкс из трех номеров. Но оставить у себя на ночь свою будущую жену, он не мог. Это была целая проблема. Ее не пускали. Да! Это дежурная, откройте немедленно. В любой момент в номер постояльца могли ворваться сотрудники гостиницы и проверить, не задержались ли у него гости, особенно дамы. Да нет у меня никаких посторонних. Вы путаете что ли? Я никогда ничего не путаю. У вас в номере женщина! Провести девушку до 11, да. Ну, такие порядки были, такие законы. После первого короткого брака Магомаев долгие годы встречался с Милой Фиготиной, которая считала себя, несмотря на отсутствие штампа в паспорте, его женой. Наверное, если бы я сказала, давай пойдем как-то узаконим наши отношения, может быть, он бы и пошел бы. А им, ну, не до этого. Вы знаете, это называется любовь просто. Но в Москве долгое время у Магомаева квартиры не было. Он не рвал связи с родным Азербайджаном. Поэтому с возлюбленной встречался в гостинице «Россия», которая стала для звездного певца настоящим домом. Но каждый раз, приглашая Милу, он нервничал и ждал, что накроют, устыдят и свидание расстроят. Это была целая проблема. Ее не пускали. В результате он обратился к Челокову, это министр внутренних дел, который написал ему бумагу, где было написано, что требуется считать связь между Магомаевым и его женой фактически браком. То есть он мог провести женщину к себе в номер. Фиготина потом говорила, что их гражданский брак длился 16 лет. Магомаев утверждал, что всего лишь 6. Но результатом гостиничного романа, по утверждению Милы, стала ее беременность. И рождение от Магомаева сына, с которым он не виделся, и так и не признал. И это еще одна из бесчисленных тайн России. Была ли большая любовь? Сколько длились эти отношения? И был ли сын? Не особо гостиница «Россия» гордилась своим концертным залом. Такой был в стране один. У нас уходит портер и становится территория, на которой можно устраивать танцпол, проводить мероприятия, сидя за столами. Молодая артистка Надежда Бабкина в 78-м году мечтала попасть в концертный зал России на концерт Бонни-Эм. Стоимость билетов с рук доходила до 150 рублей. Больше зарплаты инженера за месяц. И Бабкиной помогли знакомые звукорежиссеры. Мне говорят, знаешь что, давай мы тебя сейчас в ковер завернем. Они меня завернули в ковер и около стены положили. И только молчи. Они ушли, меня из ковра вытащили. Я сидела на ступеньках наверху, на балконе по ступенькам. И там видно было все. Неслышно. Но Надежда была разочарована. Группа Бонни-Эм звучала совсем не так, как на пластинке. Я ожидала другого. Вот лично я ожидала другого. Еще одной статусной гостиницы была советская. Она принадлежала Совету министров и была рассчитана для приема высокопоставленных гостей Советского Союза. И здесь, во время ремонта в квартире, даже жила семья генсека. И особую роль она сыграла в жизнях Марины Влади и Владимира Высоцкого. Это была их гостиница, которая, ну, как сказать, знаковая. Марина Влади потрясла Советский Союз своей ролью в фильме «Колдунья». Нам. Инга. Когда стало известно, что французская кинодива приедет в Москву, еще только набирающий популярность актер Владимир Высоцкий заключил пари. Он сказал, говорит, вы знаете, а я ее там с ней пересплю. Мы говорим, да ты что, да ладно. Я вам ручаюсь, он сказал. Марина Влади приняла приглашение приехать в Советский Союз в 67-м году на кинофестиваль. За плечами у нее была уже дюжина картин и два неудачных брака. Она была почетной гостьей. Ей показали Москву и пригласили в театр на Таганке на спектакль «Пугачев». Там она и увидела впервые Высоцкого. Он ее сразу поленил буквально. Она вот, ну, не ожидала такого мощного, такого просто темпераментного героя. Через год Марина Влади приехала сниматься в фильме «Сюжет для небольшого рассказа». Пошли к нам. Мне нужно переодеться. Во всех ты душечка наряда. Хороша. И на этот раз актриса взяла с собой в Москву троих детей, а также маму, чтобы было кому следить за ними, пока Марина участвует в съемках. И их поселили в Советской. Выделили им просто, ну, шикарнейший номер с большими комнатами, очень светлой, красивой, с живыми цветами, которые каждый день меняли. Высоцкий был в то время женат на Людмиле Абрамовой. В семье росли два сына. Но в 68-м уже было понятно, что пахнет разводом. Высоцкий вел абсолютно свободный образ жизни. И про роман с Мариной Влади стало быстро известно большому количеству людей. Именно в гостинице «Советская» состоялось его знакомство с будущей тещей. Детей Марины удалось тогда пристроить в пионерский лагерь. Сначала он матери Марины не понравился, но включил обаяние, спел несколько песен и получил благословение на брак с актрисой. Академик Щусев предложил два варианта фасада гостиницы «Москва» и представил их Сталину на выбор на одном листе. И вождь поставил подпись посередине. И ни у кого не задал... Никто не задал вопрос, а что имеется в виду, что он утвердил в результате, левую часть или правую часть. Поэтому начали строить обе части одновременно. Фасад Москвы был асимметричным, но это никого не смущало. А сердцем гостиницы стал роскошный, самый большой в Советском Союзе ресторан. Это 500 мест, можете себе представить. Это второй, третий этаж. Два этажа. Огромный зал с замечательными колоннами малахитового цвета. Это был тот самый итальянский мрамор, который выдрали из храма Христа Спасителя перед взрывом его. Россия, Москва. Открыто. Какой номер? 301. Даю. Круче, как говорится, было некуда. Вот очень важная персона подъезжает на авто гостиницы, и ее провожают в люкс с дорогой мебелью и картинами. Молва утверждала, что в одном из таких номеров в Москве был кабинет Лаврентия Берии. Ну, такой тяжелый дух. Кто там жил, номенклатура, приезжала. Иногда они просто там жили, и так далее. Все эти партработники, которые подписывали страшные указы. Москвы до самых до края. Но в кинокартине цирк все выглядит просто сказкой. Любовь Орлова славит родину в кафе «Огни Москвы» на 14-м этаже шикарного отеля. Мир, какая страна моя охотная. А раньше на этом месте были торговые ряды, грязные лавки и жуткая антисанитария. Охотный ряд это самое антисанитарное место в центре Москвы. Почему? Ну, потому что дичь, потому что предметы жизнедеятельности, потому что еда, огромное количество крыс, огромное количество микробов и так далее. Несколько кадров фасада новой гостиницы мелькнули в кинофильме «Подкидыш». Муля, не нервируй меня. Сначала отведем к милиции, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Они удивляли. Эти гостиницы, они удивляли своими интерьерами, своими материалами отделочными, вы понимаете, своей мебелью. Композитор Исаак Дунаевский на пороге 40-летия явно переживал кризис среднего возраста. Вроде он добился больших успехов, возглавлял Ленинградский союз композиторов, заседал в Верховном Совете РСФСР. Его музыка звучала в самых популярных фильмах. Тюх-тюх-тюх-тюх. А он горелся за шутюх. Не ряную я, другой на это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется. У него были деньги, почеты жена, красивая балерина и Синаида Судейкина подрастал сын Евгений. Но любвеобильный композитор часто изменял супруги и совсем потерял голову, когда встретил на пробах фильма «Моя любовь» молодую актрису Лидию Смирнову. От любовь не надо, явится не званно, счастье рассветет вокруг. Она была такая вот, люби меня. И Дунеевский был в нее страшно влюблен. Смирнова в то время тоже была несвободна, но легко решилась на измену мужу. Ей очень не стилы внимания знаменитого композитора, и надо отдать ему должное. Он умел ухаживать за дамами очень красиво. Встречи назначал в роскошно обставленном трехкомнатном номере гостиницы «Москва», который мог позволить оплачивать себе круглый год. «Если расставаясь ищешь встречи вон, значит, ты пришла моя любовь». Роль в фильме «Моя любовь» была первой в жизни Смирновой. Незадолго до съемок она сделала аборт, так как ребенок не вписывался в ее грандиозные планы. После этого она не могла иметь детей, Но была в то время молода и беспечна. И уверенно шла вперед, мечтая, что Дунаевский поможет в развитии карьеры. У нее даже был такой условный стук. Она стучала определенным образом, что он понимал, что это все-таки не жена, а все-таки, так сказать, вот это его возлюбленный. Чувства к Дунаевскому у Смирновой, конечно, были просто не такие сильные, как у него. Интимные встречи в гостинице длились два года. И однажды композитор сделал ей предложение. Сказал, что готов оставить семью и требует, чтобы и актриса развелась с супругом. Но она ему отказала. Они расстались. Дунаевский был уязвлен и сказал Смирновой, что больше ее не любит, что было не так. Но он вычеркнул актрису из своей жизни. А Смирнова до конца своих дней избегала посещения гостиницы «Москва». И многие говорят, жалела о том, что сделала неправильный выбор. Роскошный отель «Националь» был построен в 1903 году. И после революции его отняли у хозяев и национализировали. В новую столицу, Москву, прибыл спецпоезд с верхушкой новой власти. А Москва же два века столицы не была. Ну, со времен Петра. И зданий, подходящих для государственных нужд, здесь очень мало. В «Национале» были огромные холлы, лифты. В каждом из 160 номеров ватер, клозет и телефон. Он перестал быть гостиницей. Он стал домом советов номер один. Там заседал в ЦИК. Там находились работники ЦИКа. У входа уже были не швейцары, а матросы с пулеметными лентами, которые проверяли пропуска. Свердлов и Дзержинский выбрали себе по люксу. Александра Калантай со своим возлюбленным молодым матросом Дыбянко заняла роскошную гостиную Людовика XV. А самый скромный номер был у Ленина. Владимир Ильич Ленин с супругой Надежной Константиной Крупской жили в 107 номере. И как раз из этих окон сейчас виден хорошо мавзолей. Тут же в гостинице был размещен обслуживающий персонал. Горничные, повара, няньки, многочисленная родня представителей власти. Они превратили номера в коммуналки, готовили на керосинках. И прожигали папиросами какие-то картины, и разбивали ценнейшие вазы, били посуду. В 60-е годы королевой националя была манекенщица Регина Сбарская. Она постоянно бывала здесь в компании зарубежных друзей. Федерико Феллини, увидев на обложке журнала ее фото, в ярко-красном платье воскликнул. Вам не нужна наша Софи Лорен, у вас своих хватает. Сбарская представляла одежду и обувь так, что они становились мировыми трендами. Сапоги, которые французы потом передрали, и мы потом, наши женщины, покупали сапоги, сделанные как бы во Франции, запатентованные. А сделанные, запретены-то были они, в таком изнецком мосту, длинные модели. Регина приехала в Москву из Вологды и закончила экономический факультет в ГИКа и очень хотела сниматься в кино. Она сыграла итальянскую певицу. Эпизод был коротким, но эффектным. Но больше в кино не снималась. Регина стала моделью. И французский журнал «Париматч» назвал ее с самым красивым оружием Кремля. И это было не только про эффектную внешность модели, но и про специальные задания, которые она выполняла. Она была завербована КГБ и стала агентом влияния. Ее использовали как девушку легкого поведения. Было даже некое такое подразделение, которое именно работало с этими девицами. И эти девицы на самом деле выполняли роль осведомителей и выполняли роль, естественно, скажем так, компроматоров. Об этой работе знал супруг Регины, художник Лев Збарский. Но никаких проблем в том, что периодически его жену, вульгарно выражаясь, подкладывали под нужных иностранцев, он не видел. В 1963 году на московский кинофестиваль приехал Ив Монтан со своей супругой Симоной Синьоре. На этот раз я приехал как турист. И я хочу спокойно прогуливаться среди московской публики и оставить мою жену на первом месте, поскольку она представляет здесь фильм, который показывается на фестивале и на конкурсе. Свободного времени у Ива было много. В архивах службы наружного наблюдения КГБ, так называемой «Ниночке», остался доклад сотрудника об ужине в ресторане, куда Ив Монтан отправился с московскими друзьями. И о том, что потом он уединился в номере гостиницы «Националь» с Региной Сбарской, которая была уже давно ему знакома. Было заказано 4 порции стерляди в шампанском, 5 порций паюсной икры, бутылка коньяка «Самтрест», 2 бутылки шампанского советского полусухого. После ужина объект направился в свой номер вместе с Региной Сбарской. Всего на сиаре не было. Ив Монтан с Региной отключились на 2 часа в номер к Монтану. Но какие секреты важные для государства хотели с помощью Регины узнать у Ива Монтана, точно неизвестно. Ходили слухи, что Регина и ее муж Лев Сбарский принимают у себя дома диссидентов и потом стучат на них куда надо. И о том, что красавицу используют при подписании очень важных контрактов с иностранцами. Она крутила с ними романы, и заморские гости теряли бдительность, рассказывали ей обо всех подводных камнях, на которые могли налететь советские партнеры. Мы просто подсылали к иностранцам, ну, пользуясь ее, так сказать, красотой, пользуясь ее манкостью. Просто заставляли. Она этого дела не выдержала, уничтожились некоторые психологические. Она стала пить. Регина часто ездила за границу. Ради поездки в Монреаль сделала аборт и больше детей иметь не могла. Супруг ее в итоге бросил. Она пыталась покончить с собой, упала на дно депрессии и в итоге потеряла работу. Леву с Барскому разрешили выехать. Он выехал один. Она ставила Регину. Он выехал один, жил в Нью-Йорке. Регина опустилась на дно. Из жалости ее взяли в дом моделей работать уборщицей. К водке добавились таблетки. Она жила, как во сне, еще два раза пыталась покончить с собой и умерла в психиатрической больнице, когда ей было всего 52 года. И даже неизвестно, где находится могила модели. В 95-м Националь предстал в новом виде. Он стал роскошным пятизвездочным отелем, в котором появились казино и ресторан «Максим», такой же, как во Франции. Сетью Максимов рулил Пьер Карден. Но увидев, как выглядит это заведение в столице России, модельер попросил его закрыть. За столом сидят такие четыре будки в кожных куртках с бритыми затылками. И такие взгляды на нас, знаете, смотрят. Люди сначала приходили в бриллиандах, там, знаете, такие дамы, рассмотрели, и, боже упаси, боже упаси. В 1970-м году в начале улицы Горького открыла дверь и гостиница «Интурист» – 22-этажное здание из стекла и бетона. Название говорило само за себя. Здесь были сплошные иностранцы. И «Интурист» стал центром притяжения для всех московских фарцовщиков, которые готовы были стянуть с иностранных гостей штаны прямо в гостиничном лифте. Вот лифт пока поднимается, в этот момент умудрялись сторговаться, осмотреть товар и еще умудриться даже померить его. Один из витражей гостиницы «Интурист» изображал обнаженных мужчину и женщину. И действительно, сексуальная жизнь здесь бурлила не по законам советской морали. Простянувки были самые красивые со всего Советского Союза. Туда стремились все. Почему? Потому что там можно было встретить какого-нибудь знаменитого актера, иностранного актера. Это Инна, которая заколачивала деньги, приставая к иностранцам, рядом с интуристом, метрополем и националем. Мы хотим, чтобы нам сначала дали деньги, а потом мы поедем. Да, мы дадим деньги. Я на улице тебе дам деньги. Откровение Инны записал документалист Тофик Шахвердиев. Мать троих детей наладила бизнес вместе с мужем. Он стал ее сутенером. Иностранцы – это люди. Если бы их не было, я вот иногда представляю на минутку, вот нет иностранцев. Вот что осталось? Боже мой, это страшно. Это страшно. Это Москва, столица. А на периферии что? Вообще кошмар. Но многодетная мать в рядах столичных путан – это редкость. Как правило, это были одинокие девушки, многие из которых имели высшее образование или учились в престижном вузе. Все владели иностранными языками, ходили в бассейны на корт, пахли французскими духами, одевались в невиданные наряды. Не проститутки, а настоящие светские львицы. Доходы позволяли. Присутствие девушек у нас было категорически запрещено по статусу гостиницы. Потому что гостиница, если там есть проститутки, то уже гостиница теряет свой статус. Но ни интурист, ни метрополь, ни космос, ни международная избавиться от них не могли. В каждой гостинице была хорошо организованная мафия, в которую входили таксисты, сотрудники гостиницы, милиция, сутенеры. За проход в престижный отель ночная бабочка платила швейцару 50 рублей. Сумасшедшие деньги, ползарплаты рядового советского служащего. Все, кто получал взятки от проституток, имеются в виду от швейцаров до руководящих работников гостиницы, получали по шапке, выгоняли их и так далее. Все, новая волна прошла, проходит какое-то время, опять все. 14 мая 1976 года в ресторане «Звездное небо» в гостинице «Интурист» сыграл свадьбу знаменитый хоккеист Валерий Харламов. То, что Харламов сделал эту свадьбу со своей молодой женой, 19-летней, именно там, это говорит о том, что он просто показал всей Москве свой финансовый уровень. Номер 17. Валерий Харламов. Это самый любимый и популярный хоккеист Советского Союза. Легенда номер 17. Он прославил советский хоккей и был мировой звездой. В бар или ресторан интуриста простым смертным попасть было невозможно. Там обслуживали исключительно иностранцев и их гостей. Счета оплачивались в валюте. Но для Харламова двери были открыты. И туда прям, эх, пробраться бы. Ну, туда только, конечно, по знакомству можно было. Исключительно. Роман с Ириной был бурным. Но жениться Харламов, как обычно, не спешил. То тренировки, то сборы, то соревнования. Да и чего надевать хомут на шею? Он с ней встречался. Она забеременела. Потому что так его мать, я губегоня, сказала, что я вот жду ребенка от Валерки. Мудрая спанка вызвала Валеру и сказала, да? Он говорит, да. Тогда женись. И Харламову пришлось подчиниться. Мать он свою боялся. Но в ЗАГС пошел только после рождения ребенка. На свадьбе звездного хоккеиста в гостинице «Интурист» гуляло 150 гостей. Столы ломились от дорогих закусок. По советским меркам, роскошь невероятная. Очень пышно отмечали. Денежки были. Они были чемпионами мира, Европы. Получали приличные вознаграждения. Получали приличные премиальные. У Харламова родилось двое детей. Он был счастлив. В 76-м году попал в аварию. Долго залечивал травмы. Но вернулся на лед и продолжал ставить сумасшедшие рекорды. В августе 81-го был на даче, расслабился, выпил. В Москву их повезла Ирина. Дорога была скользкой после дождя. Ирина не справилась с управлением. Машину вынесло навстречу, по которой шел грузовик. Он схватил за руль, стал выкручивать. Но не успел. Так рука на руле и осталась. В 90-е годы многие гостиницы стали сдавать помещения под офисы коммерсантам. Здесь проворачивали тайные сделки, хранили черные налы, наркотики. И попутно встречались с любовницами или развлекались с девушками легкого поведения. Были случаи, когда многие владельцы вот этих офисов просто исчезали. Убийств на территории гостиницы вроде бы в этих офисах не было, но многие хозяева просто исчезали. 26 апреля 1999 года в 14.30 в Антуристе произошел взрыв. Разнесло весь 20-й этаж. По заключению экспертов, взрывное устройство представляло из себя модифицированный пояс шахидом. То есть это ряд вертикально установленных взрывных элементов, заполненный вокруг рубленной арматурой. и шариками от подшипников. Через огромную дыру на фасаде одна из дверей вылетела на Тверскую. Лифты во всем здании остановились, в них застряли люди. А другие сбегали по лестницам и метались в глубах дыма в коридорах. Началась паника. Пожара удалось избежать только чудом. Говорят, что смерти не было, но травму получило порядка 11 человек, включая совсем маленького ребенка. На 20-м этаже находились офисы авторитетных людей, в том числе народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. Там начиналась фармацевтическая деятельность Иосифа Давыдовича Кобзона. Там заключались фармацевтические и прочие договоры. Взрывное устройство было рядом с лифтом в Орне. А... Ну, прям приписывали тогда это все как бы запугиванию со стороны Шамиля. В 2009 году за это преступление были осуждены двое боевиков из банды Шамиля Басаева. Они вымогали деньги у Кобзона и других бизнесменов. Если вы хотите жить спокойно, то будьте любезны, отстегивайте нам ежемесячно. Попросили по 50 тысяч долларов ежемесячно на поддержку движения за независимость Ячкерии. О! Батюшки высота какая! Просто голова кружится! Побереги! Вот! К фестивалю молодежи и студентов 1957 года была построена последняя сталинская высотка. И стоила она невероятных сил, нервов и денег. Пришлось насыпать искусственный холм, чтобы гостиница, которую назвали Украина, не сползла в Москву-реку. Потом решили сэкономить. Мрамор в холлах гостиницы фальшивый. Он просто нарисован вручную. Наносилась тонкая алибастровая штукатурка. Потом художник практически вручную делал рисунок камня. Хрущева злила эта стройка. И он велел часть Украины отдать под жилье. Номера переделали в 255 квартир. Такого рода квартиры просто так не раздавали. Ты должен был чем-то заслужить перед советской властью. Вот дедово кресло. Здесь он иногда репетировал. Иногда здесь каким-то образом размещалась большая группа. Больше 20 студентов. Позор дивизии нашей. Для всей Красной Армии. Пятно. Бабочкин сыграл очень много достойных ролей. Но вся страна его знала исключительно, как Камдива Чапаева. Я помню, что мы как-то ехали в Малый театр. Взяли такси. Таксист сначала не узнал его. А потом говорят, о, Василий Иванович, ты еще жив? Соседями Бабочкина был знаменитый режиссер Сергей Герасимов и его супруга Тамара Макарова. В этих квартирах были большие кухни, потолки высотой в 4 метра, лепнина, волшебные виды. Но жильцов элитной недвижимости мучили тараканы и крысы. Проблема жива и в 21 веке. Здесь огромное количество крыс. Огромное количество тараканов. Такой рассадник всякой нечисти. Иногда вот во дворе сидишь, и крысы бегают просто по двору. В 90-е к нам потянулись один за другим популярные иностранные артисты. Арнольда Шварценеггера поселили в Советской. Майкл Джексон занимал полэтажа в Метрополе. Там же жил потом и итальянец Мо До, которого россияне полюбили за одну незамысловатую песню с тупым содержанием. Приняв снотворное после концерта, он улегся спать. И вскоре к нему в постель полезли незваные гости. Посреди ночи он стучится ко мне в двери, говорит, это ужасно. Я говорю, что такое, что, что тебя могу... Паша, пойдем, я тебе покажу. И он так распахивает это, значит, одеяло, и у него лежат два таракана убитых, значит, раздавленных. Проституток в 90-е уже никто не гонял, и они совсем распустились. Нагло обворовывали клиентов, подсыпая им в алкоголь таблетки клофелина. Граждане вырубались, и хорошо, если засыпали на несколько часов. В то время, пожалуй, каждую неделю от передозировки снотворными или от комбинированного действия алкоголя и снотворных препаратов в гостинице кто-то умирал. Обслуживание клиентов в номерах стало обычным делом. За это администраторов и директоров гостиниц больше не увольняли. Милиция открыто получала откаты и сквозь пальцы смотрела на любой криминал в отеле. В ноябре 96-го года при входе в метро был убит совладелец гостиницы Резисон Славянская, гражданин США Пол Тейтл. 13 ноября 97-го генеральный директор гостиницы Совенцентр Борис Грязнов. В 98-м застрелили директора гостиницы России Евгения Цимбалистова. Почему убивали? Ну, видимо, какие-то разборки там были нездоровые. Денежные потоки через него шли. Большие злые языки поговаривают, что и черный нал через него шел в немаленьких суммах. В 2002 году гнездо разврата и криминальных историй было снесено. Милое прошлое, которому не место в центре столицы. Продолжение следует...